МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель правительства России Михаил Мишустин в Государственной Думе предоставляет отчеты о результатах деятельности за 2023 год. В режиме видеоконференции участие в работе принимает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, главы субъектов и руководители законодательных собраний регионов России. Отмечено, что при поддержке федерального центра Волгоградская область успешно решает масштабные задачи по социально-экономическому развитию региона. Среди ключевых сфер – модернизация инфраструктуры, поддержка материнства и детства, реализация инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе, туризме. В плановом порядке ведется реализация 47 региональных проектов в рамках нацпроектов. В целях опережающего развития инфраструктуры Волгоградская область привлекает дополнительные федеральные средства благодаря программам инфраструктурного бюджетного кредита, специальных казначейских кредитов. Выполнение этих задач напрямую влияет на улучшение качества жизни жителей Волгограда и области. В Волгограде у подножия главной высоты России Мамаева-Кургана состоялась церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника бойцам специальной военной операции. В торжественном мероприятии приняли участие военнослужащие и их семьи, представители ветеранского сообщества, общественники, депутаты, юно-армейцы и губернатор Волгоградской области, герой России Андрей Бочаров. Сегодня у подножия Мамаева-Кургана, легендарной героической земли непокоренного Сталинграда, мы делаем еще один шаг в уйковечении памяти и подвига защитников Отечества, наших современных героев, участников специальной военной операции. Пройдет время и здесь, у главной высоты России, рядом с всемирно известным монументом Родины Матери, величественнейшего мемориального комплекса, посвященных подвигу поколения победителей, защитившим Сталинград и нашу Родину, будет установлен памятник в честь защитников Отечества, потомков поколения победителей, защитившим нашу Родину от современного фашизма и нацистов. Мы верим в нашу победу. Враг будет разбит, победа будет за нами. Закладной камень открыли председатель Волократской областной общественной организации участников СВО Игорь Воробьев и мать героя России Дениса Зорина и Раида Зорина. Участники почтили память погибших защитников, возложив цветы к будущему мемориалу. Известно, что разработкой памятника займётся специально созданный организационный комитет. Образ выберут на Всероссийском конкурсе эскизных проектов, в котором смогут принять участие скульпторы, архитекторы, дизайнеры, художники и студенты соответствующих направлений со всей страны. Отметим, поддержки участников специальной военной операции и их семьи в регионе уделяется особое внимание. Систему совершенствуют, исходя из запросов самих военнослужащих и их родственников. Анжела Умбетова при поддержке Пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1». Вопросы пожарной безопасности региона были рассмотрены в ходе оперативного совещания, которое провёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Несмотря на то, что отмечается общее снижение количества возгораний, а также погибших и получивших травмы на пожаре людей, ситуация в регионе остаётся напряжённой. Очень важно принять и реализовать все возможные меры с целью минимизации количества пожаров, возгораний и, соответственно, и снижения случаев гибели людей, нанесения ущерба здоровью жителей и имуществу. В настоящее время на территории Волгоградской области реализуется целый комплекс противопожарных мероприятий, позволяющих удерживать пожаропастную ситуацию под контролем. Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы. Все мероприятия выполняются в соответствии с графиком и с учётом установившейся в регионе сухой и ветреной погоды. В частности, специалисты профильных служб и ведомств ведут профилактику природных пожаров, выявляя и ликвидируя места повышенного риска возникновения возгораний. Выявляются места скопления горючих отходов и сухого мусора, ведётся расчистка территории, населённых пунктов, обочин дорог, лесных массивов от сухой растительности, в том числе и контролируемого отжига. Учитывая прогноз гидрометцентра о сохранении на территории Волгоградской области тёплой, сухой и ветреной погоды, с 1 апреля 2024 года в Волгоградской области введён период пожароопасного сезона. В этой связи губернатор поставил перед руководителями профильных служб и ведомств целый ряд задач для выполнения во взаимодействии с органами местного самоуправления, региональным главком МЧС России и другими территориальными подразделениями федеральных структур. Продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки муниципальных образований. В случае необходимости незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорание. Держать на личном контроле своевременное и в полном объёме проведение комплекса профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населённых пунктов, жилых и производственных объектов. Также Андрей Бочаров поручил главам муниципалитетов в установленные сроки завершить уборку территорий и усилить профилактическую работу с населением. На регулярной основе будут проводиться контрольные рейды по выявлению и пресечению нарушений, а также патрулирование лесничеств. В мае будут организованы и проведены учебно-методические сборы по пожарной безопасности. Участие в них примут главы муниципальных районов, городских округов и поселений, а также профильных ведомств и служб. Ксения Колоскова при поддержке Пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Волгоград встретил группу из 100 детей от 7 до 17 лет и 9 педагогов, прибывших из Белгорода и Белгородской области, где по-прежнему сохраняется крайне сложная обстановка. Со школьниками будут работать медики. Каждый ребенок пройдет медицинский осмотр, предусмотрены консультации специалистов разных профилей. Разместились ребята на территории одного из оздоровительных лагерей. Им предстоит также насыщенная культурная и образовательная программа. Для работы с белгородскими школьниками привлечены не только волгоградские педагоги, но и волонтеры, имеющие опыт взаимодействия с большими группами. Как отметила заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева, дети пробудут в Волгограде столько, сколько потребуется, исходя из ситуации в приграничном регионе. При необходимости Волгоградская область готова принять дополнительные группы ребят. К слову, опыт приема и размещения жителей территорий, граничащих зоной проведения СВО, у Волгоградской области есть. В 2022 году в пункты временного размещения прибыли более 900 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В Волгограде прошел региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов. 23 команды приняли участие в турнире. Площадками фестиваля стали Волгоград-арена и бассейн спортивной школы номер 26 «Родина». Наш профессиональный педагогический колледж очень активный в плане физической культуры. Наши педагоги заняли первое почетное место в муниципальном этапе ГТО-фестиваля. И поэтому мы сейчас представляем наш город. Наши преподаватели имеют серебряные, золотые значки ГТО. Поэтому работники всех ПЦК практически, информатики, математики, преподаватели физической культуры, административный состав. В общем-то коллектив у нас весь принимает активно участие во всех мероприятиях, которые связаны именно со спортом, здоровым образом жизни. В ходе торжественного открытия соревнований организаторы вручили совсем юным жителям региона, а также представителям старшего поколения значки комплекса. Кроме того, были награждены победители и призеры первых народных игр ГТО. Волгоградская область по результатам этих соревнований попала в десятку самых спортивных регионов России. К слову, трудовые коллективы открывали фестивали ГТО в новом сезоне. Жители региона с большим энтузиазмом решили принять участие в состязаниях. Я вам скажу так, что не то что с радостью, а их все больше и больше с каждым годом становится. Очень разноплановые коллективы у нас участвуют. Я вам даже так скажу, в прошлом году, в конце того года, награждали судей Волжского. Они в полном составе принимали участие. Именно с переходом, я вам скажу, Железняковой Елены Витальевны, когда она возглавила именно это направление, комплекс ГТО, сильный толчок произошел к комплексу ГТО. Колоссальное количество людей стало принимать участие. Это не на, а в десятки раз больше стало принимать участие. И люди готовятся специально выполнять нормы ГТО. И выполняют на знаке отличия очень успешно. В фестивале приняли участие трудовые коллективы, как государственных, так и частных компаний. Возраст спортсменов составлял от 25 до 64 лет. Педагоги, медработники, сотрудники газовой и банковской сфер можно было встретить самые разные команды. Программа фестиваля включала в себя силовые упражнения, бег, заплывы в бассейне и многое другое. На турнике мужчина будет подтягиваться полностью. Мы смотрим на правильность выполнения упражнения. Если делаются рывки, волнистые движения, перекачивания, мы это не засчитываем. Также не засчитываем, если подбородок не поднимается выше турника. Также здесь есть пресс. Здесь делается акцент на скорость и выносливость. Смотрим на то, что спина должна касаться полностью снаряда, а локти должны касаться колен. В итоге победителем фестиваля стала сборная Наванинского района. Таким образом, команда будет защищать честь Волгоградской области на всероссийских соревнованиях. Они пройдут в Магнитогорске в мае. Игорь Ичмнев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». В тракторозаводском районе Волгограда прошла экологическая акция «Чистый берег». В ней принял участие третий экипаж юных матросов-спасателей регионального отделения «Восфот». Около 80 ребят в течение заданного периода времени занимались уборкой мусора на локациях вблизи Волги. Причем акция была организована в формате соревнований. Родители поддерживают. Я сама родитель такого же ребенка. Он также сейчас на той локации находится. Родители нам помогают. Соответственно, они детей сюда привозят. Детям интересно, естественно, соревноваться и чистить берег. Они же для себя это делают в первую очередь. Они потом придут с родителями на те же зоны отдыха, где уже убрано. Акция «Чистый берег» является ежегодной. Она проводится традиционно в преддверии начала купального сезона. Благодаря акции ребята могут наглядно увидеть, в каком состоянии пребывает Волга, собственными руками навести порядок на определенных участках. А соревновательный момент придает мероприятию еще больший интерес. Именно интерес, который появляется в адреналине, адреналин появляется именно в соревнованиях, он как раз таки оставляет по скриптам жизни, подводит такую черту определенным шрамом, так назовем так, в их судьбе, в том, что они запоминают, запоминают то, что они делали. Если это интересно, это запоминается позитивно. И это несут с собой по жизни, то есть они понимают, что мусор оставлять нехорошо. Несколько лет назад отковыряли из песка унитаз и чугуновую батарею. Это было интересно, откуда взялся унитаз на береговой линии, и как они тащили эту чугуновую батарею, это было круто. Ребята в возрасте от 7 до 15 лет были разделены на команды, причем участников акции младшего возраста объединили со старшими школьниками. Да, это было очень интересно, учитывая то, что это было еще и в качестве соревнований, было интересно посоревноваться, еще и нам предложили, как наших сокомандников, ребятах младших нам классов, сделали огромную работу, я считаю, собрали гору мусора. Я уже участвую в этой акции, в общем, третий год. В прошлом году я нашла дверь. Я считаю, что это очень важно, поддерживать тут порядок, и оно нам необходимо. Принимая участие в подобных экологических акциях в самом раннем возрасте, ребята на всю жизнь запоминают, как важно ценить и беречь родную природу. Каждый хочет поучаствовать, нам каждому нравится порядок, например, приехать на Волгу с родителями, либо с друзьями, искупаться в чистом месте. Уже второй год участвую, собираю мусор разный. В прошлом году мы даже нашли шину. С родителями я выхожу на субботник, у нас возле дома там есть как лес. Мы выходим вместе, убираем мусор, потому что тоже, как говорится, чистота – это порядок. Самим приятно. Ребята собирали пластиковую посуду, остатки продуктов питания и прочий мусор. В итоге участники акции наполнили внушительное количество пакетов. На одной из локаций удалось собрать 300 килограммов мусора, на другой – целых полторы тонны. По завершении акции ребята получили ценный приз в виде сладостей. Игорь Ичмьев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». С начала 2024 года сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области вместе с коллегами из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону выдворили за пределы страны 126 незаконных мигрантов. Активную помощь в этом процессе оказала религиозная общественная организация «Узбекская община Волгоградской области». Наша работа заключается в том, что нашим соотечественникам, которые попали в сложную жизненную ситуацию, которые своевременно не смогли оформлять трудовые документы, либо другие иные случаи работодатель приглашает, обещает оформлять их, и в последующем образом они не документируют их. Поэтому при проверке правоохранительными органами у них возникает проблема незаконных нахождений. Моя работа заключается в помогать им быстрее оформлять нужные документы, справки разные и далее прочее. В отворении иностранных граждан выполнялось согласно решению суда. Теперь мигранты вернутся на историческую родину. Все они были признаны виновными в правонарушении, предусмотренном статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. После заседания суда они были припровождены в Центр временного содержания мигрантов управления МВД России по городу Волгограду. И после приобретения для них проездных билетов, они были припровождены до пункта пропуска через государственную границу сотрудниками отделения специального назначения службы судебных приставов по Волгоградской области. Сегодня на историческую родину отправляются граждане Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. На этой неделе у нас впервые в Волгоградской области применены нормы федерального закона 649-го о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. И решения суда о принудительном удворении приведены в немедленное исполнение, ввиду того, что у 16 иностранных граждан имелись деньги на приобретение проездных билетов, документы, удостоверяющие личность, а также податайство о приведении постановления суда к немедленному исполнению. Незаконные мигранты были выявлены в ходе рейдов, проведенных силовыми ведомствами. Нарушители работали в разных уголках Волгоградской области. В настоящее время рейды продолжаются. Основные нарушения, которые выявлены, это нарушение статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, в соответствии с которым иностранные граждане в течение 30 дней по прибытию въезда в Российскую Федерацию не прошли обязательное медицинское освидетельствование, тем самым нарушив требования федерального закона. Добавим, чтобы у иностранцев не возникло проблем с законом, у них на руках обязательно должен быть паспорт, патент на оказание услуг в случае трудовой деятельности, миграционная карта. Представитель зарубежного государства должен стоять на миграционном учете и своевременно проходить медицинское освидетельствование. Игорь Ичмьев, Мария Шабанова, телеканал Волгоград-1. Открытый урок пожарной безопасности провели для школьников сотрудники МЧС. В занимательной игровой форме ребятам напомнили, как опасно играть с огнем, разводить костер, поджигать тополиный пух, самостоятельно пользоваться электронагревательными приборами или печами. Даже самая маленькая искра может вызвать большой пожар с тяжелыми последствиями. В рамках недели детской книги в детской библиотеке имени Пушкина Центрального района совместно с представителями Волгоградского добровольного пожарного общества было проведено профилактическое мероприятие с учащимися 3-го класса муниципального общеобразовательного учреждения 83-й школы на тему соблюдения пожарной безопасности в быту, в школе, правил поведения. Ребятам также напомнили, как действовать в случае, если пожар все-таки произошел, а взрослых рядом нет. Объяснили, например, их основные правила поведения и ошибки, которые могут стоить жизни. Напомнили телефоны для вызова пожарной охраны и других экстренных служб. Предупрежден, значит вооружен. И наша задача вооружить их знаниями по безопасности жизнедеятельности. И для каждого ребенка самое важное, как для любого взрослого, это жизнь. И нам важно научить их ее сохранять. Кроме того, школьники с удовольствием примерили боевую одежду пожарных и противогазы. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области. В Волгограде состоялся уже традиционный чемпионат по плаванию среди территориальных органов и общеобразовательных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России. В городе Герои собрались более 210 спортсменов из 30 территориальных органов и 6 учебных заведений уголовно-исполнительной системы. Это ежегодные наши соревнования, всероссийские соревнования по плаванию среди территориальных органов и образовательных организаций в СИН России. Личные командные зачеты, да, у нас есть территориальные органы до 3000 человек, есть территориальные органы свыше 3000 человек. И все это между собой ребята соревнуются. По сравнению с прошлыми годами, итоги отличные. Спортсмены демонстрировали свои умения в разных видах плавания. Среди них брас, на спине, бутерфляй на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем и комбинированная эстафета. В заплывах принимали участие не только сотрудники, но и сотрудницы уголовно-исполнительной системы. Только что проплыли 50 вольный. Результат прошлого года улучшили на одну секунду, поэтому все отлично. Наше управление нам два раза в неделю предоставляет бассейн. Один из лучших бассейнов, наверное, нашего города Красноярска. У нас очень сильные соперники, конечно, мы за ними стараемся успевать, пока не очень получается, но мы к этому стремимся. Сегодня плыла 50 метров брасом. Проплыла я, думаю, хорошо. Готовилась. Соперники сильные, достаточные образовательные учреждения и территориальные органы. В силу того, что у нас достаточно специфическая работа, конечно, хочется и отвлечься, времени не хватает. И вот, наверное, спорт, он и помогает и здоровью, и как-то отвлечься от работ, ну и просто получить удовольствие от того, что ты делаешь. И вот здесь даже от выступления на этих соревнованиях. Соревнования шли со 2 по 4 апреля. И в последний день после завершающих заплывов в плавательном комплексе «Искра» состоялось награждение в личном зачёте, где больше всего призовых мест у Волгоградского управления. Роман Прокуронов – постоянный участник соревнований. На этот раз он боролся сразу в нескольких видах плавания. Первое место удалось занять на дистанции 50 метров на спине. На этом чемпионате я участвовал практически во всех номинациях. Стал победителем и призёром данных соревнований. У меня получалось одно первое место, три вторых и одно третье место. Спорт – это жизнь, это движение. Спорт прививается молодым сотрудникам наших учреждений, не только управления, но и всех учреждений нашей области. Мы показываем своим примером другим сотрудникам, что спорт – это очень важный аспект нашей жизни. В личном зачёте также отличились спортсмены Академии ФСИН России и ГУФСИН России по Кемеровской области. Каждый из них уже не в первый раз приезжает в Волгоград. Сегодня я плыл 50 кроль и 200 кроль. Результаты очень хорошие. Проплыл в принципе неплохо. Мы традиционно сюда ездим уже очень давно, практически каждый год. Соперники очень сильные. Каждый год всё новые и новые лица. Ну, нормальная конкуренция есть. А теперь мы переместились в управление Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области. Здесь с минуты на минуту начнётся награждение в командном зачёте и торжественное закрытие соревнований. Перед тем, как озвучить места и вручить командам заслуженные призы, к участникам обратился начальник УФСИН России по Волгоградской области, полковник внутренней службы Сергей Коновалов. Сегодня мы чествуем победителей турнира по плаванию, который проходил на героической Волгоградской земле. Символично, что он прошёл именно здесь, потому как Волгоградская земля вырастила ряд легендарных пловцов. Я помню, Сальникова, Попова. Мероприятие проведено на хорошем уровне, со слов представителя УФСИН России. Каждый показал то, на что способен. По итогам общекомандного зачёта среди территориальных органов УФСИН России свыше 3000 человек, как и в прошлом году, победу одержала сборная УФСИН России по Волгоградской области. Второе место в этом же зачёте у команды ГУФСИН России по Кемеровской области и третье – у Свердловской области. Среди образовательных учреждений победителем стала команда Академии УФСИН России. В комбинированной эстафете первое место снова у Волгоградской сборной. Десять команд со всех районов Волгоградской области сразились за звание лучших в спартакиаде, приуроченной к масштабному юбилею. В этом году своё 105-летие со дня образования отмечает Главное управление МВД России по региону. Волгоградский главк традиционно уделяет большое внимание подготовке кадров ещё со школьной скамьи. И спартакиада среди кадетских полицейских классов – одно из важных мероприятий в этой работе. У нас около 5000 детей, которые обучаются в полицейских классах по всей области. Сегодня как раз вот такой знаменательный момент, когда собрался не только город Волгоград, город-герой Волгоград, но и дети с области, которые прибыли своими классами, соответственно, которые готовились к данной спартакиаде по разным видам спорта. В полицейских классах особое внимание уделяется физической подготовке ребят и мальчишек и девчонок. Кроме того, кадеты традиционно служат примером для остальных школьников не только в спорте, но и в учёбе, общественной жизни и в неклассной работе. На площадке спортивного комплекса в Ворошиловском районе и вовсе собрались лучшие из лучших. С напутственным словом к кадетам обратился герой России Дмитрий Воробьёв. «Приятно смотреть на вас, на вас, молодых людей, которые так рано одели форму, уже взяли на себя некие обязательства. Хотелось бы вам пожелать спортивной удачи, берегите себя, здоровья, ну и помните, что вы носите славное звание кадета». Спартакиады традиционно включают в себя состязания по самым разным направлениям – от плавания до перетягивания каната. И подготовка к ней велась серьёзная. «Соревнования у нас проходят в пять этапов, пять видов соревнований ежегодно. Это у нас плавание, мини-футбол, пионербол, прыжки в длину и перетягивание каната. Самый интересный момент, который завершает у нас нашу спартакиаду». Организаторы отметили, что все участники показали достойные результаты. Тем не менее, по итогам спартакиады вторыми стали кадеты средней школы номер 4 из Михайловки. Почётное третье место заняли учащиеся школы-гимназии номер 37 города Волжского. А победу одержала команда средней школы с углублённым изучением отдельных предметов города Жирновска. «Я думаю, то, что нам позволило победить – это сильный дух команды, слаженная работа и поддержка нашей команды, которая сидела на трибунах». Полицейские вручили победителям кубки и медали. А главным и самым желанным подарком стали путёвки в детский оздоровительный лагерь. Ксения Голоскова при поддержке Пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Услуги ЖКХ всегда под контролем. Регистрируйтесь в личном кабинете АО ИВЦ ЖКХ и ТЭК, и вы сможете не только передавать показания и оплачивать услуги, но и получаете доступ к детализации начислений, архиву квитанций и возможность передавать необходимые документы дистанционно. АО ИВЦ ЖКХ и ТЭК Яркие свадьбы, незабываемые юбилеи, удачные презентации. В банкетном зале «Голд» любое событие превращается в настоящий праздник. Впечатляющий выбор вкусных и недорогих блюд. Кулинарные шедевры от шеф-повара. Роскошный зал на 150 мест. Банкетное меню от 2000 рублей с персоной. «Голд» – ваш идеальный выбор. Улица Землячки, 40. Телефон 8-988-016-56-72. Волгоградский флебологический центр. Проводим современное лазерное лечение варикозной болезни без разрезов, без операций, без потери трудоспособности за один час по полису ОМС. Запишись на консультацию на сайте или по телефону 47-47-14. Наш адрес – город Волгоград, улица Авиаторская, 1Б, микрорайон Тулака. Внимание! Скидки. Памятник из гранита с установкой за 20 тысяч рублей. Мастерская Короткого. 504-400. Памятник 34.рф. Скидки. Памятник 34.рф. Семь туров, десятки вопросов на смекалку, на знания музыки и литературы, отличное настроение и возможность проявить себя в совершенно другом. Для молодых педагогов Волгоградского региона прошла всеми любимая игра – квиз. Мероприятие было проведено благодаря непосредственному участию Волгоградской областной организации Общероссийского профсоюза образования и посвящено Году семьи, объявленного президентом России. Такое мероприятие решили провести для того, чтобы привлечь молодёжь, посмотреть, какие новые молодые кадры пришли в образовательные учреждения, чтобы в дальнейшем с ними уже выстраивать работу, не только в качестве досуга, как сегодня, но и уже и профессионального роста, наставничества и различные другие мероприятия, которые проводит профсоюз совместно с Советом молодых педагогов. Всего в игре приняли участие 16 команд, 10 из которых приехали в областную столицу из разных районов Волгоградской области. Мы впервые сюда к вам приехали. Нам, конечно, интересно. Тут перерыв, а нам хочется ещё и ещё дальше знать, какие там будут задания, интересно. Ну, впечатления очень положительные, потому что мы молодые, нам хочется расти и, конечно, принимать активное участие. Мы очень рады, что нас пригласили. Мы рады представить наших молодых педагогов. Это наша гордость. Нам очень нравится формат именно викторины, очень интересные и тонкие вопросы. Это даёт возможность как отдохнуть, так и напрячь свои мозговые активность, проявить свою. Мы очень довольны. Спасибо. На обсуждение каждого вопроса всего 60 секунд и один балл за верный ответ. Бороться было за что. Призы предоставил профсоюз образования региона, ресторан «Золотой дракон» и одна из крупнейших компаний сферы фастфуда. Такие мероприятия нужны для школьников и нужны для молодых педагогов. Почему? Потому что, когда такие мероприятия проводишь для школьников, им интересно. Когда такие мероприятия проводишь для молодых педагогов, им не просто интересно. Они понимают, что также на другие темы можно делать и в школе, и с детьми, и с родителями, и с учителями. Это очень разнообразит и создаёт очень приятную атмосферу. В итоге третье место получила команда Новониколаевского района «ЗАГС». Второе – преподаватели Волгоградского технологического колледжа «Тихоходки». Ну а победителями стали молодые учителя Центрального района Волгограда. Для молодых педагогов регулярно проводятся мероприятия, и мы всегда стремимся в них участвовать. Потому что это хороший шанс показать себя с других сторон, не только с тех сторон, с которых знают наши ученики, и на нашей работе. И мы всегда поддерживаем эти инициативы и крайне благодарны профсоюзу. Волгоградская областная организация Общероссийского профсоюза образования уже многие годы особенное внимание уделяет поддержке молодых педагогов. Специально для них проводятся многочисленные форумы, встречи и слёты. Создан Совет молодых педагогов. Также в этом году вдвое увеличен грант губернатора и составляет 100 тысяч рублей. Ксения Голоскова, Надежда Пешехонова, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Волгоградская область намного ближе к звёздам, чем нам кажется. Именно отсюда начал свою дорогу в космос уроженец города Николаевска, дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт Юрий Васильевич Малышев. Кстати, пока единственный космонавт, уроженец Волгоградской области. Юрий Васильевич Малышев родился 27 августа 1941 года. По совету отца свою жизнь он решил связать с авиацией и даже поступил в легендарное Качинское училище. Однако через год перевёлся в Харьковское высшее военное авиационное училище, которое закончил в 1963 году. Уже с 1967 года Юрий Малышев в отряде советских космонавтов. Свой первый космический полёт он совершил с 5 по 9 июня 1980 года в качестве командира корабля «Союз Т-2». Вручную пристыковавшись к орбитальной станции «Салют-6». До этого все корабли, и советские, и американские, производили стыковку только в автоматическом режиме. За этот полёт Юрий Малышев был удостоен звания Героя Советского Союза. И уже 4 года спустя, 3 апреля 1984 года, Юрий Малышев снова поднялся к звёздам в качестве командира советско-индийского экипажа. В честь 40-летия этого полёта Волгоградский планетарий и Николаевский музей краеведения «Земля-космос» подготовили совместную выставку. На нашей выставке представлено много эспонатов. Это личные вещи Юрия Васильевича Малышева, которые нам любезно предоставил музей города Николаевска «Земля-космос». На стендах расположены таблицы, где находятся фотографии Юрия Васильевича, и фотографии тех космонавтов, с которыми он вместе находился на земной орбите. Помимо Юрия Малышева в состав экипажа входили бортинженер Геннадий Михайлович Стрекалов и космонавт-исследователь, гражданин Республики Индия Раки Шарма. Полностью выполнив программу полёта и проработав на орбите 8 суток, международный экипаж вернулся на Землю. За мужество и героизм Юрий Малышев был награждён второй золотой звездой героя. В дальнейшем Юрий Васильевич проходил службу в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, но никогда не забывал свою малую родину. Все экспонаты, которые представлены у нас в музее на космическую тему, а их более тысячи, Юрий Васильевич Малышев лично привозил. И когда первый директор, Валентина Ильинична Гончарова, была приглашена Юрием Васильевичем Малышевым в звёздный городок и посетила там музей, то она была очень огорчена тем, что, наверное, он ей задал вопрос, «Валентина Ильинична, что такое? Вам не понравился музей?» Она говорит, что вы, конечно, очень понравился, но я боюсь, что мы такое у себя на родине не сделаем. А Юрий Васильевич Малышев сказал, что мы сделаем ещё лучше. Юрий Васильевич делился не только будущими экспонатами музея, но и удивительными историями. Так, во время первого космического полёта на станции неожиданно исчезло три литра воды. Ситуация была непростой. Жидкость в невесомости собралась в плавающий по своей орбите шар, и её попадание в систему могло вызвать короткое замыкание с непредсказуемыми последствиями. Юрий Малышев и бортинженер Владимир Аксёнов отыскали улетевшую в неизвестном направлении воду, и чтобы не собирать её обратно в ёмкость, просто выпили три литра на двоих. Этими и другими историями с гостями планетария поделятся экскурсоводы. Юрий Васильевич очень любил свою, повторюсь, маленькую родину и всегда мечтал вернуться. Говорил, когда уйду на пенсию, то обязательно приеду в Николаевск, куплю здесь домик и буду доживать. К сожалению, Юрий Васильевич скоропостижно скончался в 99-м году, и ему не удалось свою мечту воплотить в жизнь. Но он всегда говорил о том, что именно Волга дала мне крылья, чтобы я поднялся в воздух. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Ежегодно в апреле в России, как и по всему миру, отмечают День птиц. Дата была выбрана не случайно и приурочена к возвращению пернатых с юга в родные края. Важен этот день в том числе и для экологического просвещения. Орнитологи предупреждают, исчезновение птиц нанесёт огромный удар по всей экосистеме планеты. Сейчас каждый шестой вид находится под угрозой исчезновения. В занимательной игровой форме с историей Дня птиц познакомились юные волгоградцы в стенах областной библиотеки имени Горького. У нас мероприятия проходят каждый месяц. Мы проводим проект продлёнка в Горьковке. К нам приходит детский клуб «Каритас». И каждый месяц мы проводим разные с ними мастер-классы и мероприятия, приурочены к определённому экологическому дню. В этот раз будет мастер-класс по изготовлению птицы из лоскутного материала, посвящённому Международному дню птиц. Птицы — удивительные создания. Например, серый попугай-жаков в состоянии запомнить и воспроизвести более полутора тысяч слов. Новоколедонский ворон умеет создавать и использовать орудия труда для добычи пищи. Канарейки ещё в недалёком прошлом помогали шахтёрам определять утечку газа, предупреждая об опасности. И сейчас сигнализации в шахтах тоже получили имя канарейки. А обыкновенная домашняя курица — ближайший родственник динозавров. Кстати, именно курицу создавали на мастер-классе ребятам. Использовали для неё лоскуты старой одежды, которая таким образом получила вторую жизнь. А курочки вышли настолько яркими и необычными, что вполне достойно выглядели бы среди райских птиц. Подобные акции информационно-экологический центр проводит регулярно. И принять участие в них можно в том числе во время «Библионочи», которая состоится в Горьковке 20 апреля. Это, во-первых, мастер-классы, которые будут проводить наши волгоградские мастера. Это плетение из лозы. Также это правополушарное рисование. Будет определённое количество человек набираться, и мастер будет рисовать на экологическую тему всё у нас. Также у нас будет фотозона. И также центр примет участие в квесте, в общебиблиотечном с викториной «Калейдоскоп». Акции и мастер-классы заинтересуют как детей, так и взрослых. Ведь заботиться об экологии сегодня важная задача каждого. Ксения Колоскова, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». В рамках страноведческого познавательного проекта «Этножизнь» в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи состоялась встреча, посвящённая Индии. На тематическом мероприятии перед гостями учреждения с познавательной лекцией выступили студенты Волгоградского медицинского университета и рассказали о культуре и традициях своей страны. Мы собираемся показать студентам, как мы отмечаем различные фестивали в Индии и дать им как можно больше информации об этом. Гостей молодёжной библиотеки познакомили также с самыми интересными достопримечательностями Индии и известными жителями этой страны. Многих из них в России знают не понаслышке благодаря кинолентам знаменитого Болливуда. Особенно полюбились россиянам необычные танцы и музыкальные композиции южноазиатского государства. Некоторые из них для жителей прозвучали и в стенах волгоградской молодёжки. Музыка Интересно, красиво, танцуют тоже, классно. Индийская культура, её не даром называют клубили цивилизации, потому что индийская культура насчитывает многовековую историю. И именно Индия подарила всему миру шахматы, детичную систему исчислений. Индийцы стали первыми выращивать домашнюю и разводить домашнюю птицу, хлопок, сахарный тростник, рис. Завершилось яркое мероприятие знакомством с традиционной индийской кухней. Необычное угощение для волгоградских школьников иностранцы приготовили своими руками. Ладу – это сладкая еда. И чай – это… У нас есть чай с молоком. Мы в Индии пьём это с молоком. В русском люди очень нравятся индийские культуры и разные блюда. Ксения Колоскова, телеканал «Блогоград-1». В Ужском прошёл турнир по рукопашному бою в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОМОНа – Алексея Кострюкова, Юрия Харламова, Олега Скрипки, Виталия Дубины и Алексея Гронова. В ходе открытия соревнований присутствующие почтили память героев «Минуты молчания». Турнир состоялся уже во второй раз. Среди почётных гостей мероприятия были матери погибших сотрудников ОМОНа – Нина Харламова, Галина Кострюкова и Нина Дубина, а также руководители Волжской городской думы и мэрии города. Вид спорта такой, как рукопашный бой, именно для спортсменов из города Волжского является одним из основополагающих и традиционных уже таких видов спорта. Поэтому очень отрадно, что каждым годом рукопашным боем наша молодежь всё больше и больше занимается. Сейчас в городе Волжском уже насчитывается свыше 200 молодых ребят, волжан, которые занимаются рукопашным боем. На мой взгляд, такой открытый турнир именно по рукопашному бою, тем более, что он приурочен в памяти погибшим сотрудникам ОМОНа, является не только важным в воспитании подрастающего поколения, но и является ярким примером именно для формирования нашей молодежи. Потому что именно от нашей молодежи действительно зависит наше сегодня, наш завтрашний день и, соответственно, всё будущее нашей страны. В турнире приняли участие спортсмены из четырёх регионов страны. Помимо хозяев, на татами вышли бойцы из Ростовской и Астраханской областей, а также Республики Калмыкия. Свыше 250 спортсменов боролись за призовые места. Ростовская область самая сильная в России, думаю. Одна из сильнейших в стране. Везде ездим, поддерживаем. Рукопашный бой развиваемся. Всё проходит на ура. Соперники сильные ребята. Привезли 6 человек. Данный турнир очень сильный. Ребята набраться опытом, приехали поддержать, друг друга поддерживали. На татами состязались спортсмены в возрасте от 6 до 15 лет. Турнир проходил по олимпийской системе. Конечно, большие надежды зрители соревнований возлагали на волжских бойцов. У нас в Волжском очень развит спорт и патриотическое воспитание. Вот видите, что у нас есть, это 9-я школа памяти. Харламова, они выступают даже, по-моему, в Москве на параде даже были. Поэтому клубы у нас очень сильные. Болельщики стали свидетелями бескомпромиссных поединков. Даже самые юные спортсмены показывали впечатляющее мастерство. Судейский состав турнира подобрался соответствующий. В числе рефери был и чемпион Европы по рукопашному бою Антон Михеев. Есть интересная ударная техника у многих. В рукопашном бою в целом спортсмены настроены, чтобы драться в стойке, не чтобы бороться. Потому что отведено время немного на борьбу и больше на ударную технику настроены. Некоторые ребята бьют с разворота, крутятся, интересные удары показывают. К сожалению, не все удары доходят, которые они с разворота крутят. Но есть и попадают. Как отметили организаторы, в дальнейшем состав участников турнира будет расширяться. К уже привычным регионам добавятся Осетия и Краснодарский край. Игорь Ичмьев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». В Оужском прошел фестиваль пилонного спорта и танца «Скайлайн». В Волгоградской области подобные соревнования состоялись впервые. Площадкой турнира стал Центр культуры и искусства «Октябрь». Программа состязаний включала четыре направления. Направление пол-арт танцует с босиком. Это в основном трюковое направление с элементами танцев. А пол-экзотик – это то же самое, только на высоких каблуках. Вот такое экзотическое направление. Ну, стрепластика – это как ответвление от экзота. Это только портер без пилона. А пол-хореография – это тот же пол-арт, только без трюков. Идея была давно объединить на сцене всех тех, кто занимается этим видом спорта и, в принципе, показать людям, что такой спорт есть, что он очень красивый, необычный, сложный. Фестиваль был организован при поддержке Комитета по делам молодежи, культуры и спорта администрации Воужского. В числе судей соревнований присутствовали настоящие звезды. Так оценивали спортсменов-создатель множества авторских трюков на растяжку Павел Попсуй, хореограф с 15-летним стажем Марина Матухнова, а также многочисленный призер состязаний мирового уровня Юрий Казачкин. Обращают внимание судей на то, чтобы это было грациозно, в первую очередь, натянутые колени и носки. Самое важное – это подача в зрителя, просто подача в зал, как ты работаешь со зрителем и так далее. Если человек смотрит просто вниз, ну, субъективная оценка, да, сразу получается. Когда человек смотрит просто со зрителем, он работает на него, и, соответственно, у него первое, второе, третье место. Участниками фестиваля стали около 80 спортсменов, которые были разделены по возрасту и категориям, зависящим от стажа танцора. Состязалась за призовые места и представительница Воужского Марина Найдина. Это красиво, женственно, пластично, есть шанс выйти в блестящих костюмах, сделать классный макияж, прическу. Наверное, все, что связано чуть-чуть с акробатикой, мне нравится больше, сложнее, там, где есть сцепление, наверное, потому что есть шанс не удержаться. Опыт в соревнованиях у меня уже есть, и очень спокойно, то, что это дома проходит. Я знаю людей вокруг, я знаю соперников, я их уже видела. Красота, грация, мастерство – всем этим насладились зрители фестиваля. Для меня это все, это моя жизнь, смысл моей жизни. Вот, поскольку я и являюсь тренером, и очень много тренируюсь, для меня это способ как-то отвлечься от повседневных дел. На тренировках забываешь обо всем, вот, и делаешь то, что нравится. Фестиваль проходит в новом для меня городе, городе Волжский. Здесь потрясающая организация, я прям удивлена, очень все красиво и грамотно сделали. Как отметили организаторы, в дальнейшем они планируют сделать фестиваль пилонного спорта и танца ежегодным. Игорь Ичмьев, Мария Шабанова, телеканал «Волгоград-1». Как сообщили журналистам телеканала «Волгоград-1», согласно распоряжению администрации городского округа город Камышин, с 5 апреля в городе завершается отопительный сезон. Тепло перестанет поступать в квартиры и все организации. Решение приняли, исходя из среднесуточной температуры воздуха. Ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям уже рекомендовано начать подготовку систем к новому отопительному сезону. Отметим, дата отключения отопления в Волгограде пока не сообщается. Каждый из участников пришел на фестиваль с разными целями. Кто-то захотел проверить свою силу и настойчивость, достичь конкретного результата. А кто-то попросту привык быть первым. Как бы то ни было, все без исключения громко заявили о своей активной жизненной позиции. Любви к физкультуре и спорту, желании двигаться вперед и добиваться поставленных целей. На первый взгляд кажется, что тут все соревнуются между собой, но тем не менее чувствуется какой-то командный дух, как бы все равно все за друг друга радуются, болеются, переживают или поддерживают наоборот. Поэтому призываю всех участвовать в таких мероприятиях. В таких мероприятиях работница кранового завода Юлия Дедикова ранее не участвовала. Впервые сдав нормы ГТО, решила испытать себя и помочь команде своего предприятия в борьбе за призовые места. В командном зачете также соревновались трудовые коллективы завода «Кузница» и местного филиала «Волгоград-Облэлектро», Центра занятости и Камышинского центра помощи детям, Комитета по образованию и городской администрации. Среди ее структурных подразделений выявляли сильнейшего управления делами и финансов – Комитета экономического развития по образованию и управлению имуществом. «Спортом занимаюсь на протяжении 10 лет. Занимался около 7 лет рукопашным боем у Александра Ивановича Нефантьева, кстати. Здравствуйте и спасибо. Потом боксом, ну и всем немного дальше. Атлетика, легкая атлетика». Свою отменную физическую форму Александр Ходненко на фестивале ГТО демонстрирует второй год подряд. В прошлом году команде Городского комитета по управлению имуществом Александр помог занять почетное второе место. Благодаря занятиям волейболом, баскетболом и легкой атлетикой в школьные и студенческие годы нормативы ГТО не испугали Юлию Дедикову. «По-первых, кажется, все легко. Но когда начинаешь приступать выполнять, то, конечно, нужно, оказывается, прилагать усилия». «Ну, наверное, это тяжелое, это, наверное, потягивание, отжимание, остальное все как бы легко. Я просто постоянно поддерживаю, как бы, ну, не совсем сложно. Ну, я думаю, кто сюда приходит, уже все подготовлены, немного там за месяц, за два готовились. Так что, мне кажется, я думаю, не у всех тут проблемы». «Специально не готовилась, но просто на протяжении, там, утром делаю просто зарядки. Элементарные 5-10 минут, не более». ГТО – это полноценная программа и нормативная основа физического воспитания, нацеленная на развитие массового спорта, создание поколения здоровых, сильных и смелых людей, которые могут постоять за себя и страну. Выполнить нормативы комплекса может практически каждый. 29 марта к большой дружной семье любителей физкультуры и спорта присоединились самые юные камышами. Ребята, которым исполнилось 6 или 7 лет, попробовали свои силы в шести спортивных упражнениях первой ступени ГТО. «Это дисциплина. Бег шестиминутный, прыжок в длину с места, наклон, проверяем гибкость, пресс поднять от уловища из положения лёжа, челночный бег». Инструктор по физической культуре детского сада номер 7 Елена Князева стала инициатором проведения первого в Волгоградской области фестиваля ГТО среди дошкольников. Год назад обладательница золотого значка ГТО подобный мини-фестиваль организовала в своём учреждении. Затем идею провести большое общегородское мероприятие поддержал местный спорткомитет. «Этой темой мы когда заинтересовались, затем мы провели городской метод объединения, где поделились с другими детскими садами своим опытом и рассказали о том, как подготовить детей к нормативам. Конечно, эта работа долгая, мы начали эту работу уже с сентября месяца, то есть есть методические рекомендации подготовки детей 6-7 лет к этим нормативам. И инструктора заинтересовались и приступили к работе. И сейчас они показывают великолепные результаты». Великолепные результаты показали воспитанники 12 детских садов города. Всех, где работают инструкторы по физической культуре. При общении дошколят к спорту и здоровому образу жизни, знакомство с системой тестирования в рамках комплекса ГТО стали не единственными целями фестиваля. «Это у нас получается прогулка, в то же время ознакомление с городом. Кто-то даже не выезжал в эту часть города. И придя на стадион, они говорят, здесь у нас спортсмены тренируются. Я говорю, да. То есть, понимаете, в детском саду мы же об этом говорим. Но когда ребенок сам пришел и увидел своими собственными глазами, то это, конечно, дорогого стоит». Также, как и для взрослых, за отличные результаты для детей предусмотрены золотые, серебряные и бронзовые значки ГТО. К слову, за время работы городского центра тестирования, открытого на базе первой спортивной школы в 2015 году, нормы ГТО сдали более 7 тысяч камышан. Полторы тысячи получили золотой значок, 853 – серебряный, 759 – бронзовый. Лучшая команда по итогам нынешнего фестиваля трудовых коллективов по традиции представит камышан на региональном этапе мероприятия. А в рамках муниципального участники также сдадут нормативы по стрельбе и плаванию. Александр Маяков, Сергей Пехталев, Евгений Кочаков, Камышин ТВ Встречу начали с минуты молчания в память о погибших в теракте в Крокус-Сити-Холле. Трагическое событие, которое еще раз показало, насколько сейчас важно быть сплоченными и едиными. Это главный принцип учебного заведения. Еще раньше к этому побудилась специальная военная операция – сбор гуманитарной помощи бойцам на СВО, поддержка их родных и близких, а также организация патриотических мероприятий. Это лишь часть деятельности муниципального штаба «Мы вместе», который был открыт на базе колледжа в 2022 году. Одной из значимых акций в рамках работы штаба является пошив вещей для военнослужащих. На данный момент свыше 400 экземпляров вещей передано в зону СВО. Что подразумевает собой военно-патриотический кабинет? В первую очередь – это пространство, в котором могут собираться студенты, преподаватели и гости колледжа для организации значимых мероприятий. Стенды, расположенные на стенах, отражают ценности и задачи воспитания студентов, систематизируют уже достигнутые результаты, опыт. Позади – десятки акций, флешмобов, концертов и памятных событий, посвященных родной и любимой – России. Открытие кабинета – вот как раз тот случай, когда оно состоялось именно потому, что у нас уже есть база, у нас есть материал, у нас есть опыт. Проводимые мероприятия, встречи с участниками специальной военной операции, нравственные беседы, культурный досуг и круглые столы не проходят зря. Благодаря ним ребята больше узнают о своей стране и проявляют активную гражданскую позицию. Один из примеров – плетение маскировочных сетей после занятий или на переменах. Что-то может не получиться с первого раза, но педагоги ценят стремление, душевный порыв. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание, гражданственность – это все включается в основу военно-патриотического воспитания. Не можем мы воспитать воина, защитника без основы нравственности, без основополагающих каких-то нравственных основ и базисов. Значимым это событие стало не только для представителей колледжа, но и для администрации, местных отделений общественных организаций, фонда имени Алексея Петровича Моресьева за волю к жизни. Почетные гости встречи – давние друзья учебного заведения, готовые прийти на помощь и поддержать идеи. В ходе мероприятия удалось побеседовать с молодыми людьми, активистами движения первых первичного отделения колледжа. Но не забывать в том, что, откуда, потому что сейчас время чуть пройдет, и нужно вам уже, вот этим парням, да и девчонкам, становиться уже защитой роли. Конечно, дай Бог, чтобы это было и мирное небо, и все. Но если вдруг что, то надо быть всегда готовым. Вот этим целям, так сказать, и будет соответствовать этот замечательный созданный кабинет. Вместе с ребятами поговорили и про образ настоящего патриота. Ты можешь красиво выступать, красиво говорить, даже слезы упустить. Но за спинами будешь говорить о другом и думать о другом. Вот распознать людей, у кого истинный патриотизм живет в душе, а у кого это все напускное, можно вот элементарно, присмотритесь просто, как выступает, как говорит и как потом себя ведет в бытовых условиях. И сразу станет понятно, насколько это патриот или не патриот. С директором регионального общественного фонда имени Алексея Моресьева за волю к жизни Сергуя Сарксяном обсудили будущие мероприятия военно-патриотического характера. В завершении встречи почтили память выпускников колледжа, погибших в ходе специальной военной операции и возложили цветы к мемориальным доскам. Снежана Шаповалова, Евгений Кочаков, Камышин ТВ Прогноз погоды представляет компания «Семсот Шин». Шины Максис. Ваш бескомпромиссный выбор. У меня есть все для продолжения пути. Каждый день. Шины Максис. Сегодня ночью и завтра днем по области и Волгограде ясно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 9, днем плюс 15, плюс 18 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова